Так, деньги мы токенизировали, акции мы токенизировали. Чего еще токенизировать? О, надо токенизировать токены! Процесс токенизации начался еще до появления блокчейна, а массовые выпуски токенов появились с смарт-контрактами на этериуме. И нам на самом деле уже давно известны токены на токены. Они известны нам как варпит токены. То есть на одном блокчейне токены замораживаются, а на другом блокчейне выпускаются аналоги этих токенов, которые приравниваются один к одному. При сжигании завернутого токена размораживается токен в нативной сети. Но для чего нам нужны токены на токены? Для начала давайте разберемся, зачем нам нужны токены. Вот у меня есть токен на пшено, вот у меня есть токен на дерево, а вот у меня есть даже токен на овцу. Мы выпускаем токены для облегчения экономической деятельности. Например, есть у нас дом, и нам сложно передавать дом из рук в руки. Мы выпускаем токен на дом и начинаем торговать этим токеном. Или, допустим, у меня есть доллар, мне сложно передавать этот доллар от одного человека к другому. Я выпускаю на него токен, и теперь я могу торговать этим токеном. Самое главное, чтобы у всех была полная уверенность, что один токен полностью соответствует тому, что он представляет. И, как правило, мы используем токены тремя разными способами. Первый способ использования токенов, это его нативный способ. Например, у нас есть метрополитен, мы выпустили токен на проезд в метрополитене, и люди покупают токен на метрополитен, чтобы проехаться на метро. Второй способ использования токенов, это торговля этими токенами. Мы можем обменивать одни токены на другие, и это известно нам как рынок. И многочисленные биржи, как централизованные, так и децентрализованные, ведут торговлю токенов одни к другим. Третий способ использовать токены, это пополнение токенами пулы ликвидности. Вы можете быть провайдером ликвидности на децентрализованных биржах, отправлять свои токены в пулы ликвидности, и после этого получать процент с тех, кто производит обмен токенами. Теперь, когда нам ясно, зачем нам нужны токены, перейдем к тому, зачем нам нужны токены на токены. Как правило, у каждого токена в нативной сети есть конкретное применение. Например, у StarName есть токен IOF, за который я могу зарегистрировать себе криптодомен, как у них принято называть звездное имя. Кроме того, что я могу за IOF зарегистрировать себе звездное имя, также я могу делегировать свой IOF или, как говорят сейчас, застейкать и получить вознаграждение от сети за предоставление безопасности сети. Но пока StarName не имплементировали IBC-модуль, у меня нет возможности отправить свой IOF в пул ликвидности. Для этого StarName придумали мост. Вы замораживаете IOF в нативной сети StarName, и у вас на сети Ethereum появляется WIOF, то есть Warped IOF. Warped IOF это не что иное, как токен на токен IOF. Я не могу использовать Warped IOF для того, чтобы зарегистрировать себе звездное имя. И я не могу застейкать Warped IOF, чтобы получать награждение от сети. Так зачем же мне нужен этот Warped IOF? Warped IOF мне нужен для того, чтобы я мог отправить его в пул ликвидности и получать себе процент за обмен в этом пуле. Получается, что пользователям приходится выбирать либо отправлять в стейк свои токены в нативной сети, либо выпускать токены на токены и отправлять их в пулы ликвидности. Как результат, мы имеем два огромных рынка. Первый огромный рынок – это рынок DeFi. На данный момент около 126 миллиардов долларов средств вложено в токены, которые отправлены в пулы ликвидности. Вторая огромная часть рынка – это заделегированные токены, которые находятся внутри сетей на Proof of Stake. Приблизительная капитализация на данный момент – 146 миллиардов долларов. Несмотря на то, что токены, которые находятся в делегации, приносят сетям безопасность, а их владельцам награждение от сети, эти токены не являются ликвидными. Они просто лежат в замороженном состоянии. Как бы было здорово, если бы мы могли взять и весь этот рынок заделегированных токенов отправить в DeFi. И решение этому есть. В процессе исследования различных экономических моделей на Proof of Stake Persistence пришли к гениально простому решению, которое они называют модель двойного токена. Теперь пользователи смогут насладиться двумя плюшками одновременно. Они смогут отправить свои токены в стейк и получать за это вознаграждение от сети. И они смогут отправить токены на эти токены в пулы ликвидности и получать за это вознаграждение за предоставление ликвидности. Эта схема настолько проста, что удивительно, как она не пришла к нам в голову раньше. Я объясню вам ее на пальцах. В Persistence создали два смарт-контракта. Первый из которых принимает токены из нативной сети и создает на них варпит токены в сети Ethereum. А второй смарт-контракт не просто замораживает токены из нативной сети, а отправляет их в делегацию к валидаторам. В результате чего вы продолжаете получать награждение от сети за те нативные токены, на которые вы выпустили варпит токены в сети Ethereum. Завернутые токены в сети Ethereum вы можете отправить в пулы ликвидности, быть провайдером ликвидности и получать за это также вознаграждение. Более того, то вознаграждение, которое вы получаете от валидаторов за делегированные токены в нативной сети, вы также можете использовать для создания варпит токенов, которые вы можете отправить опять же в пулу ликвидности. Это просто гениальная матрешка. Во-первых, модель двойного токена дает нам полную уверенность в том, что цена завернутых токенов всегда обеспечена токенами, находящимися в делегации в нативной сети. А во-вторых, это освобождает гигантское количество рынков всех постсетей и дает возможность отправить эти средства в DeFi, при этом без потерь для постсетей. Я бы назвал это полный вин-вин. Теперь людям не надо разрываться между тем, быть стейкером или DeFi'ером. Вы можете быть и стейкером, и DeFi'ером вместе с Persistence. Между прочим, я являюсь валидатором Persistence и название моего валидатора PostHuman. Комиссии всего 3% до конца 2021 года. Всем стейкерам я предлагаю подготовиться к DeFi'у, а всем DeFi'ером я предлагаю присмотреться к постпроектам. А всем остальным я желаю обрести экономическую независимость и физическое бессмертие. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы быть в курсе последних новостей блокчейн-индустрии, а я посижу подумаю, как бы мне токенизировать себя. Субтитры сделал DimaTorzok